Светлана Лобода подтвердила свою беременность. Выступление на прошедшей 10 марта в Кремле первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии «Браво» стало последним перед декретным отпуском певицы, который она проведет в Штатах. Ведущими вечера стали уже проверенные пары – Николай Басков с Зарой и Филипп Киркоров с Еленой Север. В принципе, есть такой опыт совместного ведения, поэтому я думаю, что… Ну, ответственно, что мы с Леной согласовывали все, вплоть до аксессуаров. Это наши любимые, да, девочки? Да, поэтому недолго выбирали. Кошечки. Среди гостей премии не только высший свет отечественного шоу-биза, но и именитые зарубежные коллеги, такое количество которых кремлевские стены еще не видели. Дюран-Дюран, группа Европа, сил – и это только начало. Нет, я не знакома с российскими исполнителями, но очень хочу. Нет, я не впервые в Москве. Лет 6-7 назад я уже был здесь, давал свой концерт. Особого внимания среди мировых знаменитостей удостоился наш Сергей Лазарев. Причем поводом для комплиментов послужил не только экстравагантный внешний вид певца. За кулисами стоял еще и смотрел Эрос Тармазоти, мое выступление. Когда я вышел за кулисы, он прям говорит, круто, круто, невероятно, супер, отличная песня, несмотря на то, что я пел на русском языке. Маша Вебер, хоть и сама уже давно звезда, тоже не смогла устоять перед селфи с мировой знаменитостью. Быстренько, пока шла к вам, увидела Эроса по дороге сюда и сфотографировала с ним. Среди почетных гостей премии был замечен Михаил Гуцериев. То, что с Южной Кореи, то, что с Франции, исполнители. Я думаю, что мы будем все больше и больше интегрироваться в мировую эстрадную музыку. Большой премии одного дня в Кремлевском дворце оказалось недостаточно. И награждать победителей продолжили на следующий день в Большом театре. Но об этом завтра.